Весточку из мест не столь одоленных своим детям в канун Нового года отправляют алтайские осужденные. Александр поздравляет двух дочурок, душевная открытка и мягкие игрушки для самых любимых уже второй год подряд. Девочки были рады и мягким игрушкам. Они были веселые и довольны. Я с ними разговаривал по видеозвонку. Они были замечательны. Получил фотографии волонтеров с моей семьей. Цель проекта «Рождественская елка» – укрепить, а где-то даже восстановить родственные связи между осужденными и их близкими. Хочу наладить отношения с дочками, чтобы они почувствовали, что у них есть, даже не важно, где я нахожусь, какое там между нами расстояние, что я люблю детей, чтобы они поняли, что я не забываю про них, что они у меня самые-самые, можно сказать, любимые дочи, что я их очень люблю. В Нижнем Новгороде была ситуация, когда мальчик категорически не хотел общаться с папой, но когда позвонили люди, незнакомые, сказали, что мы хотим тебя поздравить и подарить тебе подарок от папы, для него это было что-то невероятное. Он согласился, подарок принял и написал потрясающее письмо своему отцу, где он написал, что я тебя люблю, я тебя прощаю. В праздничные открытки и подарки волонтеры проекта начнут развозить детям осужденных 20 декабря. В этом году около тысячи ребят как никто проникнутся рождественской атмосферой, ведь подарки им пришлют самые близкие по крови, но разделенные обстоятельствами и расстоянием люди. А малыши, в свою очередь, вышлют ответное послание, чтобы в канун волшебного праздника их папа и мамы тоже почувствовали себя счастливее. Валентина Аскерова, Иван Сухасыр. День с толком.